Приветствую, дорогие друзья! Сегодня я вам расскажу о телефоне, который был сделан по военному стандарту, с применением вакуумных технологических линий и который получил степень защиты IP68. Другими словами, телефон ударопрочен, водонепроницаем и даже снимки под водой можно делать. Невероятный HOM TOM HT20 за 100 долларов. Давайте же посмотрим, так ли он хорош, как о нем рассказывает производитель. Начнем, как обычно, с комплекта поставки. Как видите, комплектуется он в такой вот красивой презентабельной черной коробочке. Ну, блин, на подарок отлично, отлично подойдет. Внутри которой находится сам телефон, но о нем, как обычно, немножко позже. Давайте посмотрим комплект поставки. Есть у нас такое вот зарядное устройство, выдающее силу тока 1 Ампер и действительно, действительно 1 Ампер выдает. То есть, зарядное устройство честно. Потом вот такой вот USB шнурок, видите, немного удлиненный, ввиду того, что здесь у нас как бы подзаряд. Но хочу сказать, что если у вас тоненький USB, вот именно вот здесь ширина тоненькая, тогда можно подойдет и обычный USB шнурочек. Чтобы мне вот такой же шнурок подошел с телефона Xiaomi Redmi 3, Redmi 4 тоже подходит вот сюда шнурок. Потом, видите, вот такие у нас болтики идут в комплекте поставки. То есть, для того, чтобы вот заднюю крышку можно было закрутить, когда вы поставите SIM-карту. Заглушечки, как видите, тоже специально вот сюда. Все для того, чтобы, ну, как говорится, телефон был, ведь у нас водонепроницаемый. Вот такая вот у нас отверточка, наша вот инструкция здесь есть на русском языке, можно почитать. И еще одна дополнительная защитная пленочка. Смотрите, защитная пленочка, это хорошо. То есть, изначально здесь у нас была транспортировочная, я уже снял, под ней защитная. И вот еще одна дополнительная защитная пленка. Что хочу сказать по комплекту поставки? Все отлично, все отлично. И, как говорится, коробочка шикарная, и комплект поставки достаточный. Смартфон выходит в трех цветовых решениях, серебристом, армейско-зеленом и черном, как у меня. Диагональ телефона составляет 4,7 дюймов с HD разрешением. Спереди у нас стоит Gorilla Glass, не знаю там какого поколения, но написано Gorilla Glass. В нижней части три сенсорных кнопки без подсветки, отверстие для основного микрофона, отверстие для разговорного динамика, различные датчики, индикатор событий двухцветный, фронтальная камера. В нижней части у нас здесь заглушка есть для нашего микро-USB разъема, как видите, вот так вот у нас все выглядит. Заглушка здесь надежная, думаю, что ничего у нас проникать внутрь точно не будет. А в верхней части заглушка для нашего стандартного джека 3.5, видите, разъем. Кстати, хочу сказать, что вот это все у нас резина. Вот это и в верхней части вот резиновая вставка, и вот здесь тоже резиновая вставка. А вот это уже идет пластмасс, то есть это уже пластик Значит, левая грань у нас никакого функционала не имеет То есть здесь тоже вот резиновая вставка и вот такой вот металлический ободочек прикрученный на болтики И с правой стороны тоже, как видите, вот такая вот резиновая вставка и ободочек Здесь у нас имеется качелька громкости и кнопка включения-выключения Которые сделаны из пластика, не из резины То есть это у нас резина, а это вот такой вот пластик Значит, сзади что у нас имеется? Вот сзади у нас имеется основная камера, светодиодная вспышка с камерой отпечатков пальцев, логотип компании HOM TOM и отверстие для нашего основного динамика. Крышка у нас сзади тоже вот такая вот пластиковая. Она у нас откручивается, естественно, изначально она не была закручена. Давайте я сразу вам покажу, что под крышечкой имеется. Под крышечкой у нас имеется, как видите, вот такая специальная резиновая прокладочка для того, чтобы вода внутрь не попадала. Видите, как все сделано, такая каемочка. Ну, надежно, надежно, по моему мнению. Два слота под микросим-карту, один слот под микро-SD-карточку. И батарея, заявленная емкостью в 3500 мА. Смотрите, какая толстенькая, как бы батарея такая, вроде добротная. Реальная емкость составляет 3321 мА. В принципе, погрешность, конечно, присутствует, но мне кажется, здесь 3400 мА, а не 3500. Ну, давайте теперь я, наверное, сразу скручу его, для того, чтобы посмотреть, как он выглядит уже в скрученном состоянии. Вот таким вот образом он выглядит в собранном виде. Заглушки вставляются плотно, они у нас выпадать не будут. Для того, чтобы их достать, нужно вот так вот иголочкой с внутренней части подковырнуть. В принципе, не сложно, легко сможете разобраться. Еще порадовало то, что у нас в комплекте дополнительно 5 заглушек и 5 болтиков. Мало ли что вдруг, если вы потеряете. Значит, габариты телефона составляют 76 мм на 152 мм и толщина 13,6 мм. Весит он 218 грамм. Для сравнения, давайте вот я возьму Xiaomi Redmi 4. Смотрите, насколько он больше. Не намного-то и больше, я хочу вам сказать. Не такой уж мега толстый. В принципе, для своей категории довольно-таки компактный. В руке лежит, я вам хочу сказать, удобно. Не громоздким кажется. Вот эти выпирающие резиновые вставки позволяют ему хорошо держаться в руке. То есть, не выскользнет в случае чего. В принципе, собран хорошо. Крышка у нас не прогибается. Нареканий на сборку нет. На телефоне установлен Android 6.0 с поддержкой беспроводного обновления. Прошивка у нас мультиязычная. Все, как говорится, на русском языке. Даже, как говорится, и умные жесты переведены, наконец, в полной мере. И тут различная куча всяких умных фишечек. Разблокировка двойным тапом есть. Потом тут, видите, интеллектуальный вызов. Ну, в принципе, знаете, стандартный набор умных фишек. Что еще сказать? Вот можно таким вот образом индикатор событий отключать, если вас он раздражает. Wi-Fi монитора здесь, к сожалению, функции нет. Передача данных от кнот есть. Зато хорошо. Вот передача данных от кнот. Вот таким вот образом выглядит меню быстрый до настроек. Видите, вот здесь автоматическая регулировка экрана присутствует хорошо. А лаунчер у нас, как видите, привычный для компании хомтом. Ничего у нас не тормозит. Работает все шустро. Все находится на рабочем столе. Но можно создавать такие вот папочки для того, чтобы заметно почистить наш рабочий стол. В принципе, прошивка неплохая, неплохая. Проверил телефон на вирусы. Вирусов не обнаружено. По программной части все хорошо. Как обычно, для начала проверим работу сканера отпечатков пальцев. И претензий к нему нет. Реагирует шустро. Процент попадания очень высокий. То есть проблем со сканером отпечатков пальцев вообще нет. Начнем теперь с тестов. Geekbench выдает 570 и 510 баллов в многоядерном тесте. Epic Citadel на ультра высоких выдает 26,8 кадров в секунду. Давайте теперь Antutu. Antutu выдает сколько у нас баллов? Ну, стандартный набор баллов 29319 баллов. Ожидаемое количество для нашего процессора. Процессор 64-битный, 4-ядерный, МК6737, работающий на тактовой частоте 1300 МГц. Графический чип Mali-T720. Разрешение дисплея HD при диагонали. 4,7 дюймов. Камера у нас на 13 мегапикселей. Оперативной памяти у нас 2 гигабайта. Встроенной памяти 16. Но изначально доступно 1,34 гигабайта. Давайте проверим наш мультитач. Мультитач у нас качественный, хороший, на 5 касаний. Проблем с сенсором у нас никаких нет. Фронтальная камера на 5 мегапикселей. Но это тоже интерполяция, как и 13 мегапикселей, как вы понимаете. Значит, стандартный набор датчиков. У нас находится бюджетный, в принципе, датчик освещения, как видите. Реагирует без проблем. Все у нас в порядке. Датчик приближения. Тоже корректно работающий. Никаких у нас проблем, нареканий нет. И ориентир, точнее акселерометр. Тот же корректно работающий. Никаких у нас проблем нет. Давайте теперь Wi-Fi посмотрим, как вы знаете. У меня находится роутер через 3 стены. И, как видите, берет уровень сигнала, в принципе, уверенно. То есть, с Wi-Fi модулем тоже проблем нет. По квартире ходил и проверял Bluetooth. Тоже никаких у нас проблем не было. То есть, тоже в наушниках звучание нигде у меня не пропадало. То есть, с Bluetooth модулем тоже у нас проблем никаких нет. Смотрите, вот таким вот образом я немного модернизировал свой OTG кабель для того, чтобы проверить функцию OTG. Давайте проверим. Видите, вот вставляется вот таким вот образом. И флешечка. Флешечка загорелась. Флешечка загорелась. Значит, функция OTG у этого телефона есть поддержка. То есть, можно подключать флешку, мышку, клавиатуру и даже принтер для вывода печати. Или через USB-хаб можно одновременно все это подключать. Так, теперь давайте по поводу нашего экрана поговорим. Экран у нас матрица IPS OGS. То есть, воздушной прослойки между тачем и дисплеем у нас нет. Углы обзора, в принципе, хорошие. Смотрите сами. Все у нас, никаких проблем нет. Это у нас максимальный порог яркости, как видите. В принципе, конечно, хотелось, может быть, немножко побольше, но неплохой. И минимальный порог яркости давайте поставим. Смотрите, тоже, в принципе, комфортный. В темноте никакого дискомфорта для ваших глаз не будет. Телефон работает в 2G, 3G и 4G сетях. А вот с разговорным динамиком и микрофоном существуют проблемы. И все это из-за водонепроницаемости. Мембраны, которые защищают от проникновения воды, защищают от проникновения звука. Но, слава богу, проблема решаема. В инженерном меню нужно будет увеличивать громкость как микрофона, так и нашего основного, точнее, разговорного динамика. Думаю, я сниму видеоурок на эту тему и добавлю в описании. Только после этого можно комфортно и нормально пользоваться телефоном. Звучание в наушниках стандартно хорошее. И тут я какой-то разницы не заметил. Если у вас хорошие наушники, тогда и звучание у вас будет хорошее. Давайте теперь оценим наш внешний динамик. Ну, что сказать. Динамик тоже, как бы, ощущается, что он не очень хорошего качества. Точнее сказать, это может быть он хорошего качества, но из-за мембраны, опять-таки, звучание приглушается. Он хорошо то, что не перекрывается, когда мы кладем на ровную поверхность. Но мега суперским я его назвать не могу. Но и, как бы, знаете, таким тихим пропущенных вызовов у вас, в принципе, не будет. GPS-тест телефона HOMETOM HT20. Включаем GPS и давайте посмотрим. Так, я нажал. Сегодня у нас пасмурно. Снежок идет немного, но это не мешает работать GPS-модулю хорошо. Как видите, 9 спутников поймало, сигнал держится уверенно. То есть с GPS-модулем здесь у нас никаких проблем нет. Ну, как бы, экран на солнце, не знаю, как вам показать. Сегодня у нас пасмурно, поэтому, в принципе, экран себя проявляет неплохо. Нормально, можно пользоваться. Можно пользоваться. Никаких у нас проблем нет. Так что, что с экраном, что с GPS, то есть все, в принципе, хорошо. Ну что, друзья, Asphalt 8 на максимальных настройках. Давайте поглядим, давайте поглядим. И что хочу вам сразу сказать. Естественно, я здесь уже тестировал, проверял, игрался. И вполне неплохо. С Asphalt 8 на максимальных настройках справляется телефон еще более-менее нормально. Конечно, если сидеть тут, играть в течение получаса, я вчера сидел, специально тестировал, через время начинается немножко подтормаживание. Мега-плавность, конечно, тут тоже такой не присутствует. Если хотите более комфортно играть, тебе лучше выставить, конечно, средние настройки. Но вполне себе, как говорится, этот телефон в игровом плане себя проявляет более-менее нормально и достойно. То есть, такие игры, как Mortal Kombat X, Nova 3, Modern Kombat 5, можно играть, можно играть и особо не переживать. По поводу нагрева, что хочу сказать. Здесь такой, конечно, слой защиты. Я не думаю, что здесь что-то наружу пробивается. Видите, 34 градуса нигде выше этой отметки у нас не пробивается. В принципе, в игровом плане и с нагревом тут у нас никаких проблем нет. Давайте для начала, как обычно, проверим работу нашего фонарика. И, что сказать, слабенький, слабенький фонарик. Это вот слабое место компании HONTOM и DUDGE. Они вечно ставят какие-то там либо прокладки, либо слабые светодиоды. Ну вот, учитывайте, фонарик здесь бюджетного качества. Теперь по поводу камеры. Камера у нас имеет привычный интерфейс, панорама, бьюти, пейзажная съемка, режим HDR, снимок с помощью жеста. Она у нас на реальные 13 мегапикселей с интерполяцией. Точнее, на реальных 8 с интерполяцией до 13 мегапикселей. Здесь снимки получаются, в принципе, неплохого качества. Давайте в темноте сделаем снимок. Но в темноте сделать снимок проблематично. Нужно подождать, пока она сфокусируется. Вот вроде сфокусировалась. И тогда делать снимок. То есть в темноте как бы снимки так тяжеловатенько делать, тяжеловатенько. Но, в принципе, но можно. Все можно. Теперь фронтальная камера. Фронтальная камера на реальные 2 с интерполяцией до 5. И что сказать. Ну да, да. Реальные 2. Ощущается. Видно, что здесь 5-ой и не пахнет. Далее смотрите примеры фото и видео. И оценивайте сами. Тест камеры телефона HOMTON HT20. Видео пишется в HD разрешении. Фокусировка производится с тапом по экрану. Цветоперсач у нас, в принципе, корректно. Все у нас в порядке. Значит, в телефоне присутствует электронная стабилизация. Ну, давайте пройдемся, посмотрим, насколько это ощущается. В принципе, неплохо. Электронная стабилизация держится хорошо. Без проблем. Все у нас хорошо. Камера у нас на реальные 8. Цветоперсача на 13 мегапикселей. В принципе, неплохая камера. Неплохая камера. Все у нас в порядке. Подводя итог, можно сказать, что телефон более чем достоин вашего внимания. Главный его плюс, это, конечно, его стоимость. Его смело можно отнести к бюджетникам категории ударопрочных. Я не думаю, что он прям-таки не неубиваем. При желании можно все ухайдокать, взять и ударить экранного бугла кирпича. И приветик. Но зато переживать, когда он выпадет из кармана, или упадет в грязь, или воду, в общем, не стоит. Защищен он хорошо. С автономностью у него все в порядке. Батареи в 3400 мА при диагонали с 4,7 дюйма на 2 дня стандартного пользования смело хватит. Без минусов, как вы понимаете, тоже не обошлось. Разговорный динамик и микрофон придется настраивать в инженерном меню. Только после этого сможете нормально пользоваться телефоном. Поэтому даже и этот минус можно отбросить, ведь он решаем. А вот наличие индикатора событий, поддержка функции OTG, сканер отпечатков пальцев и стильный внешний вид, можно отнести к плюсам этого аппарата. Кто ищет недорогой ударопрочный смартфон, обязательно присмотритесь к этой модели. Ну что ж, большое всем спасибо за внимание. Ставьте лайки, если вам это видео понравилось. Подписывайтесь на канал, если еще не с нами. А я буду готовить для вас обзор самого громкого смартфона. До скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok